Помните те вот блаженные древние времена, благостные времена, когда Россия пахла только говном, ракетами и попами, да? И вот к этим всем идиллическим запахам теперь примешался еще и аромат просроченного паршивого яда, который мы будем, вероятно, ощущать от нашей реальности достаточно долго. Вообще яд в политике это дело житейское, абсолютно объяснимое и абсолютно естественное, но такой хороший и эффективный яд, потому что для такой страны, как Россия, нет ничего страшного в репутации отравительницы, душительницы, ракетчицы, но только в том случае, когда удушение, отравление, сбивание ракетами эффективны, удачны. И я бы сказал, не выглядят какой-то пародией, да? Потому что во всех этих пикантных забавах очень важно не выглядеть неудачницей, не выглядеть комично. И не стать посмешищем той страной, у которой раз за разом все злодейства задуманные вообще никак не получаются, да? И вот эта злодейка-неудачница, это очень жалкая роль. И вот нельзя, чтобы отравленные выкарабкивались, нельзя, чтобы ракеты ошибочно летели бы в пассажирские самолеты, а удавленные уползали бы и сбегали. А тем не менее, так все нормально. И в средневековой политике России это все абсолютно оправданно. Выяснилось, что в ход пошел не кто-нибудь с Навальным, а близкий родственник новичка. И действительно, это штука, которая, как и новичок, в такой же степени блокирует очень важные процессы в организме, в том числе нейронные процессы. К чему я это говорю? Потому что вот когда все это закончится, когда Алексей выйдет из комы, а это непременно произойдет, потому что немцы народ дотошный, они взялись его спасать, вполне возможно, что это будет немножко другой человек. Вот к этому надо тоже быть готовым, потому что вот эти ингибиторы... О последствиях врачи тоже, мне кажется, говорили клинике Шарите в своем окоминнике. О том, что могут быть последствия. Да, я не буду грузить, но дело в том, что вот после хорошей дозы таких ингибиторов из комы может выйти совершенно другой человек с существенно измененной личностью. Потому что для тех, для кого личность это что-то приходящее из космоса или даруемое башками, это не объяснить. Для тех, кто понимает, что личность это сумма работы физиологии мозга прежде всего, обязан понимать, что вместе с изменением этой физиологии, более или менее патологическим, изменяется и так называемая личность тоже и находится в крепчайшей зависимости. И по сути любое заболевание центральной нервной системы или травма, эти ингибиторы, к сожалению, ингибиторы, это не то чтобы замедлитель. Замедлитель – это очень неточное русское слово, это как бы обессиливатель. Когда мы говорим, что там никотин ингибирует моноаминоксидазу, то мы говорим о том, что он ее обессиливает, а не о том, что он замедляет ее действия. И что будет именно с Навальным при выходе из комы, совершенно неизвестно. Меня смущает только то, что навальницы предъявляют претензии к омским врачам. Это очень странные претензии. Нельзя требовать мужества от того, кому за мужество не платят. Мужество не входит в их обязанности. Ведь нынче так называемый главврач – это просто единоросс в белом. И почти во всех больницах России, кроме тех мест, где правят действительно очень крутые и несвергаемые в силу своей медицинской крутости спецы, ну там типа Шлихто в Алмазовском центре в Питере, там всюду вот эти вот единороссы в белом, для которых благополучие системы – это часть их собственного, личного благополучия. И ждать от них какой-то самоубийственный для них самих правды, в общем, наверное, не надо. А омский главврач, который всем этим цирком в белых халатах дирижировал, вокруг безответного тела Навального, то есть просто вот как бы деталь капотинизма – член этой общей системы, которая обречена на гибель при крушении системы. Поэтому он обманывает, он должен обманывать, он будет всегда обманывать. И надо просто войти в его положение. Да. Я хотела вас спросить, вот когда говорили о том, что претензии не к врачам, а к главврачам, как вы считаете, проблема омской больницы была именно в той информации, которая оттуда поступала, и дезинформации, и всякой вот этой беготне родственников не пускать, не говорить и так далее? Или можно предъявлять какие-то им медицинские претензии, что они его там не ухаживали, не спасали, а вообще там ждали, когда он сам завянет или что-нибудь такое ужасное? Нет, смотри, вот это вот разница медицины чисто тоталитарного государства и медицины нормальной, да. Вот медицина тоталитарной системы в первую очередь, она обслуживает саму систему, а потом уже обслуживает пациентов, да. Если диагноз пациента или жизнь пациента могут повредить системе, значит, не будет ни жизни пациента, ни правильного диагноза, да. Если системе будет надо, то и пациента не станет, и очень быстро. Здесь все закономерно, понятно, логично, но будем беспристрастны. В общем, в России все немножечко не так, да. И либо опять все пошло. Мы же не в чистом тоталитаризме живем, правильно? Это дело, что мы увидели благодаря этой истории поразительные дыры путинизма, которые являются его основной проблемой. Вот у красавца Ина, да, вот у него все герметично. У него все происходит так, как ему надо. В этой герметичной системе те, кто надо, мгновенно умирают при попадании в больнице. И там бы пациент никогда бы в такой ситуации из клиники бы не выбрался. И, кстати, патриотов этот факт вообще должен всерьез насторожить и обеспокоить. Вот насилие, у которого есть такие просчеты, оно полноценным и эффективным никогда не будет. А травитель, он должен быть абсолютно уверен в том, что его прикроют, подчистят его ошибки, подчистят его брачок. В конце концов, это не какой-то Лондон, а родной Омск. Но когда и здесь, в Омске, вдруг начинает умничать анестезиолог, да, вот он не посвящен величию замыслу, он привык спасать больных, он начинает умничать. И находится какая-то медсестра, которая угрожает, что она переодетому чекисту сейчас даст по башке полной мочи уткой, если он еще раз подойдет к пациенту. Конечно, это уже не порядок, это уже не система, это уже черт знает, что это карикатура на тоталитарную систему. Началось, кстати, еще с самолета, потому что Навальный вполне бы мог лететь себе дальше по маршруту, холодея уже, да, да, да. И без сознания. Но, тем не менее, бригада летчика Кузнецова, по-моему, его фамилия, приняла решение экстренно сесть, и, может быть, только поэтому все как-то вот дошло до того, что мы сейчас наблюдаем. Ну, вообще, они обязаны садиться, но понятно, что и вот эта санитарка, и этот анестезиолог, вот с такими кадрами, с такими людьми православную державу 15 века никогда не построишь, и никогда не наведешь настоящее мракобистие. Это уже действительно карикатура, в которой мы все живем. И это, кстати, самая существенная беда путинизма. Вот эти дыры, да, вот там все сплошные генералы, и нет солдат, которые бы придуманные приказы могли бы и бредовые команды исполнять. Вот те, кто идут травить, они должны быть полностью уверены в том, что в случае сбоя они будут полностью прикрыты родной медициной, а медицина российская, в общем, как видим, такую прикрыть не способна, потому что после нескольких дней абсолютно невнятного блеяния про неправильный обмен веществ и нарушения, я об этом в Наповале все рассказал, что мог, вдруг недобитую жертву отдают в лапы немцам, которые тут же мгновенно находят в организме навального яд, и этот факт на весь мир взрывается, как ядерная информационная бомба, хотя как можно было ожидать чего-то другого? Это все трагические сбои системы, которые должны нас радовать, потому что мы благодаря этому понимаем, что не все так плохо, потому что вот действительно дыры везде, и вот с тем же самым малайзийским Боингом, вот как только в ту минуту, когда выяснилось, что это был не украинский транспортник, а пассажирский самолет, который сбили по ошибке, в нормальном тоталитарном государстве и от боевого расчета, и от всех, кто командовал этим выстрелом, должно было бы остаться мокрое место, потому что мокрые места не дают интервью, мокрые места не свидетельствуют в Гааге, мокрые места вообще ведут себя предельно тихо и аккуратно, все были бы довольны. Или вот, например, вспомни, была эта комическая парочка идиотов Петров и Баширов, вот они должны были бы навсегда пропасть и спустя год найтись где-нибудь в домных отложениях Низовьев-Тензе. Они не должны были на весь мир давать это постановочное интервью, которое даже самых махровых скептиков убедило в том, что да, действительно, чекисты, да, действительно, отравили. Помнишь, да, этот отвратительный смешной театр, но, правда, там провал и цирк был обеспечен тем, что к этой криминальной парочке зачем-то посадили такую милую, но совершенно неухоженную девочку, которая, по-моему, первый раз в жизни была в кадре и первый раз в жизни брала интервью, поэтому, в общем, стушевалась и не продемонстрировала никаких умений, там, кокетничала, потела, гримасничала. Откуда ее вообще взяли, я не понял. Я понимаю, что все остальные... Александр Глебович, я догадываюсь, откуда ее взяли. Это самый главный начальник RTVI. Это Маргарита, прекрасная звезда российского, как-то сказать, агитационного телевидения. Да, ну, Воль, брусь ты. Ты что-то путаешь. Вот ты редко путаешь. Ты исключительно осведомленный человек, но ты что-то явно путаешь, да. Давайте будем считать так. Хорошо, да. Я, как бы, просто тогда не понял, зачем... Нет, я понимаю, что если бы это было так, как я сказала, то тогда непонятно, как это произошло вообще. Я только-только хотел объяснить, что нельзя таких наивных дур тащить в такую грязную историю. Ну, ладно, тогда забыли про Петрова и Баширова, хотя та история дорого обошлась России, а история с Навальным обойдется в десятки, в сотни раз дороже, да. Хотя спецслужбы всех стран, они и существуют для того, чтобы взрывать, травить. Это, я повторяю, нормальное житейское дело, но травить эффективно, взрывать надежно, хорошо заметать следы, а не с такой регулярностью попадать в отвратительные, смешные скандалы, вспомняя эту историю с Литвиненко. Вот, ну, хотя бы одно политическое убийство сработали бы они, чисто не оставив ушей и следов. Ну, хотя бы романы бы посчитали. Александр Леонидович, вот в этом случае был шанс, чтобы все сошло. Это же почти случайность, что решили проверить именно на радиоактивный след, и тогда все заполыхало, засветилось, и стало ясно, что всюду эти чайники, чашки и ложечки. Это с Литвиненко, это да. Но, понимаешь, надо сказать, что в России вообще всегда вот отравительское мастерство, оно было на очень низком уровне, потому что Россия привыкла, как государство властное, тоталитарное и не церемонящаяся, она привыкла решать все расстрелами и виселицами, и вот такой необходимости ликвидировать врагов престола тихо просто не было, поэтому, конечно, надо отрабатывать отравительскую тактику, я не знаю, привлекать специалистов и каким-то образом больше не позориться.